Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Нитума. Продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Продолжим проходить башню Эдении. Она уже Эденийскую башню. Да, давайте загрузим сразу предустановочку. Башет, подтвердить. И поехали. Я не буду сегодня особо громко разговаривать в этом видосе, потому что у нас сейчас ночь. Но сегодня мы увидим с вами нового босса. Было бы интересно на него взглянуть. Так, урон основных атакей X3. Понял, принял. Здесь у нас Кунг Лао отлетает вполне спокойно. Мы передвигаемся к следующему бою. Да-да-да, вторая спецуха, все вот эти дела. Угнетение. Что это такое, напомните мне. А, накопление силы замедлено, окей. Как я понимаю, примерно на 10-м бою мы встретим с вами нового босса. Поехали. И-изи. Так, ну а насчет снаряжения пока что ничего особо не падает. Но посмотрим, может быть, в будущем что-то упадет. Ну, хотя души вот тоже неплохо, в принципе. Души это всегда хорошо. О, высокое напряжение, новое ограничение. А, ну да, это я ограничения уже читал. Пока что в основном проходим бои с избиением лохов. Ну, считайте, сегодня мы уже встретимся с вами с боссами на 70 уровне. А это значит, что завтра уже будет 110 бой, да? Или нет? Если сегодня мы пройдем с вами, получается, 75-й, то завтра будет до 90-го, и с 90-го по 105-й. Нет, до 110-го мы немножко не дойдем. Завтра. То есть 30 боев плюс 75 боев-то будет 105-й только. Послезавтра мы дойдем только до 110-го, и, соответственно, там будет снаряга для башни. Так, пока двигаем дальше. В ярости очень неприятное ограничение. Одно из моих самых нелюбимых. Хм. Новый музон, новая карта. Ну, не то чтобы прям новая, но... Одна из последних, которые добавили. Очень редко, кстати, встречается карта с лесом из Мортал Комбата. Либо этот лес является лишь только бэкграундом этой новой карты. На мониторе уж точно не помню, где он появляется. Но, видимо, его достаточно редко с вами. Пока идем дальше, это у нас первая пятерка боев будет завершена. Субтитры сделал DimaTorzok Так. Используем первый спецприем, даже в блок. В принципе, урона пока хватает. Хм-хм. Блин, ну снаряги пока не падают. К сожалению. Но, может быть, еще что-нибудь выпадет. Тем более, у нас за 70-й бой должна быть гарант снаряга. Зеленая. Если выпадет винище, то было бы неплохо. Еще темная магия, окей. Зеленая. Да, б kommunal. Видимо есть. Используем. Рем audi. Понимая. Рем危機. Мама. Наконец-то загрузилось. Ну, кстати, темная магия не дамажит наших персонажей, на удивление. Ну, видимо, она работает только на определенный класс. То есть, скорее всего, чисто на класс мастеров-единоборс... Ой, не мастеров, бойцов с преисподней она не распространяется. Поэтому Скорпион и Джейд у нас не теряли здоровье, а Сабзиру именно терял. Так, не блокируется. Окей, не страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то сегодня бои грузятся достаточно долго. И сами бои, игра что-то подлагивает немножко. Ничего страшного, в принципе, а тем более в первой башне, но... Все равно немножко неприятно. Ну, пока все изи, проходится без каких-либо трудностей. Посмотрим, как будет дальше. Но, скорее всего, трудности начнутся только начиная со 160-го плюс боя. И то не факт. Вампиризм. Окей. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, поехали. Продолжение следует... О, урона уже начинает не хватать при ударе в блок. Все-таки противники потихоньку, но становятся сильнее у нас. Но пост с наградом за бои пока падает полный мусор, к сожалению. Снаряги пока нету. Это печально. Инферно. Это, по-моему, что-то связано с периодическим накладыванием поджога на отряд. Это нам не страшно, потому что огонь нам только... Настолько хилит. Так, поехали. Поехали. Хотя, если попадать на 100%, некоторые персы все равно отваливаются от одного комбо. Точнее, от одного спецприема в блок даже. Это шляпа, бесполезная достаточно для меня. Ага, вот у нас и новый босс. Это у нас Джейд Классическая. Интересно. Давайте посмотрим, что у него за снаряга стоит. Так, 10-го слияния... А, это не 10-го, 2-го, по-моему, слияния Сапфирский кинжал. Сапфировый кинжал. А, также Эпик нулевого и перво слияние Парадная форма Династии. Блин, так мелко написано, что фиг разберешь, блин. Брутально. То есть, Джейда Золотая умеет делать бруталити? Серьезно? Нифига себе. Подождите, а может быть теперь персы золотые могут делать бруталку? Я что-то не обратил на это внимания. Или это чисто фича только в башне? А прикиньте, сейчас реально золотые персы могут делать бруталити. Это же мега круто. В обнове. Надо будет проверить эту тему как-нибудь. Сразу блокируем ей спецприемы. И добиваем через обычное комбо. Теперь получим с вами зеленую снарягу, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Венок. Ну, достаточно бесполезная снаряга, но пусть качается, как бы. Венище здесь, конечно, было бы лучше. Ну, а чего нет, того нет. Ранение. Ранение, как я понимаю, но отключает какой-то из спецприемов. Да. Нового босса мы с вами уже посмотрели. Теперь остается только... Да и допройти уже оставшиеся пять боев. Поехали. Изи-бризи. Изи-бризи. Небольшое количество монет. Лишним явно не будет. Так, ну и мне сейчас надо будет восстановить энергию персом, поэтому я быстренько сейчас гляну рекламу и вернусь, собственно, к вам. Как-то так. Так, энергия восстановлена, и мы двигаемся с вами на последние четыре боя. Продолжение следует... Так, поехали. Господи, это оглушение, конечно. До свидания. Монеты, к сожалению. Но у нас есть еще три попытки выбить какую-нибудь снарягу. Усталость. Окей. Ох... Продолжение следует... Так. А чё он такой жирный, кстати? Это из-за усталости? Она как-то нерфит мой урон? Господи, какие пролаги бесячки. Игра, что с тобой не так? Чё ты так подлагиваешь? Блин, я ничего не могу сделать из-за лагов. Я фиг знаю, чё он стал вдруг подлагивать так сильно. Минус один. И минус два. Так, здесь изи-бризи. Чё-то какие-то непонятные лаги появились во время игры. Хотя казалось бы, с чего вообще? Монеты. Окей. Так, следующий бой восстановления. Осталось всего два боя. И последние, так сказать, две попытки выбить хоть какую-то снарягу себе из башни. Обычно мне каждый день падало падное снаряги за каждые 15 попыток. Хотя бы зелёненькое допадало. Но в этот раз чё-то не падает за эти 15 боёв. Ну, может, нам повезёт ещё на последнем или предпоследнем бою. Чё-то я сомневаюсь в этом. О, вот и лес, собственно, про который я говорил. Добиваем секретного агента и, собственно, очередная победка. И нам остаётся отыграть всего один бой. А, кстати, оно может лагать, потому что у меня заканчивает свободное место на телефоне. Такое тоже, типа, как вариант, возможно. Потому что я давно чё-то не очищал видосик от лишних видео. От старых, которые я уже залил на канал. Так, не блокируется. Окей. Это, как я понимаю, нельзя блокировать то ли спецприёмы, то ли обычные атаки противника. Может быть, и то, и другое. Так, ну поехали. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ну, в принципе, мы разобрались. Более-менее. Так, ну сейчас заберём финальную наградку и будем с вами потихоньку заканчивать. Надеюсь, что выпадет какой-нибудь снаряга. Давай снаряга, 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 снаряга. Нет. В этот раз нам не повезло. И мы не выбили ни одну, кроме гарантированных снаряг за 70-й бой. Ну ладно. На этом буду, наверное, тогда пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы ещё обязательно увидимся. На этом всё. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.